Большое спасибо, Майкл. Я хотела бы поблагодарить Елену и организационный комитет за то, что меня пригласили в этот красивый город, в красивую страну. Я действительно получаю огромное удовольствие. Я сегодня услышала очень важные презентации утром. Я полагаю, что особенно презентация по ХГЧ была очень сложная с научной точки зрения. Я думаю, что это самая важная презентация сегодняшнего дня. Я хотела бы поблагодарить уважаемого доктора за эту прекрасную презентацию. Это действительно было очень важно услышать. Итак, я буду говорить о месте хирургии в лечении опухолей, которые мы обсуждаем. Итак, я могу переключать слайд. Итак, что нам необходимо как врачам или медицинским центрам для того, чтобы лечить пациенток с подобной гистационной трофобластной болезнью? Потому что мы хотим вылечить этих пациенток, и мы хотим, чтобы у них была хорошая выживаемость. Это молодые пациентки, мы не хотим, чтобы они уходили из жизни преждевременно. Нам нужна, во-первых, хорошая гистопатология. Мы слышали уже из предыдущих презентаций, что на данный момент она крайне важна. Но на данный момент она осложняется, она очень сложна. Сегодня не просто поставить правильный диагноз на основе гистопатологии. Но я полагаю, тем не менее, что патологи являются краеугольным камнем. Я очень прошу прощения у Мэтта и у Майкла, потому что медицинская онкология является не самой важной частью в гинеконкологии. Это моя профессия. Это не самая важная часть. Именно гистопатология позволяет нам поставить правильный диагноз. А если у нас хорошая диагностика, то в этом случае мы можем лечить пациента адекватно. Если у нас неправильный диагноз, то мы, конечно, будем делать просто неправильные шаги. И то же самое касается тестов на ХГЧ. ХГЧ, как вы уже услышали, это не одна молекула. Если мы посмотрим с вами на кровь пациенток с трофоблансными опухолями, то у нас огромное количество подтипов молекул ХГЧ, которые мы бы хотели также измерить. Соответственно, если мы используем неправильный тест на ХГЧ, то в этом случае мы опять-таки сделаем диагностические ошибки. Диагностика будет неоптимальной, если вы переходите от одного теста к другому. Если у нас пациент переводится из одной клиники в другую, то опять-таки вы сделаете ошибку, потому что вы не будете оперировать теми же самыми значениями ХГЧ. И в конце, по списку, но не по значимости, конечно же, нам нужны очень хорошие клиницисты, которые будут лечить наших врачей. Но, тем не менее, самое главное – это диагностика. Итак, патология. Гистопатология при трофобластной болезни. Надо сказать, что у нас сегодня много об этом говорилось. Как часто изначальный гистопатологический диагноз является правильным? Это очень важный вопрос. Насколько часто мы правильно определяем полный пузырьный занос, частичный или хорион-карциному? Нужна ли нам централизованная лаборатория для определения этого заболевания, тренозологии? У нас три исследования. Я могу вам привести из Бельгии, из Соединенного Королевства и Франции. Вы видите здесь количество пациентов, которые были включены в эти исследования. Это исследование, когда диагностика, когда патолог и его результаты сравнивались с так называемой реферсной лабораторией, то есть внешней лабораторией. Если вы посмотрите на подтверждение диагнозов, то первый диагноз был правильный только в 70% случаев. И в 30% случаев первоначальный диагноз был поставлен неправильно на основе гистопатологического исследования. Вы видите, какие здесь диагнозы в полном пузырном занозе. Не так все сложно выглядит. Почти каждый патолог смог диагностировать правильно полный заноз. Если вы посмотрите на частичный пузырный заноз, то в этом случае начинаются ошибки. И если мы с вами сведем эти данные вместе и посмотрим на все вот эти ошибки, плюс хорионокарсинома и ПСТ, то в этом случае вот эти последние два столбика являются самыми важными. Потому что если вы неправильно определяете диагноз вот здесь, у этой группы пациентов, то в этом случае это будет очень-очень неправильное введение, очень большие ошибки в назначении лечения. Поэтому гистопатология у нас является краеугольным камнем диагностической процедуры. И если у вас достаточно хороший патолог в вашей клинике, то вам нужно найти некую реферсную внешнюю лабораторию, которая является экспертным центром, где есть эксперт, который работает непосредственно с подобными тестами. Соответственно, мы можем ответить на вопрос, есть ли у нас необходимость в централизированной патологической лаборатории. Да, такая необходимость, такая потребность есть в разных странах мира. Если мы с вами посмотрим на ИОДТ, это европейская организация по лечению травобластных болезней. Это организация, которая работает уже 10 лет, она вкопила огромный опыт. Она создавала такие экспертные центры в разных странах Европы. И вы видите, что эти центры, вы можете с ними связаться для того, чтобы выяснить, правильно ли вы поставили диагноз, какую химиотерапию вы можете назначить этим пациенткам. И в будущем, я полагаю, что в каждой стране на этом слайде, и, безусловно, Россия будет включена в этот список, будет определенное количество экспертных центров. И я полагаю, что у нас достаточно большая популяция. Вам, безусловно, нужно 3-4 вот таких экспертных центров на вашу страну, поскольку страна достаточно большая. Поэтому это мой совет. Создавайте такие экспертные центры с тем, чтобы ваши патологи могли позвонить куда-то или с кем-то связаться, если они находятся в трудной ситуации. Безусловно, онкогинекологи и хирурги, они хотят, конечно же, воспользоваться своими скальпелями. Мы хотим всегда оперировать. И в большинстве случаев, надо сказать, все начнется как раз с хирургического вмешательства. Это будет куритаж, это будет эвакуация массы. И, соответственно, это может быть либо вакуум или выскабливание. И вам нужно делать это под контролем ультразвука. Вы не хотите, конечно же, оказаться работающим вслепую. Мы сегодня используем навигацию. И не используйте акцитоцин без необходимости, потому что мы не должны им пользоваться без нужды, потому что он может, так скажем, спровоцировать развитие заболевания. И после эвакуации вы начинаете лечение. И прежде всего вы должны понимать, что вы назначаете терапию на основе тех данных, которые получили от лаборатории. Потому что не каждая тестовая панель хороша. Вы не хотите, конечно же, получить панель для определения беременности, потому что это неправильная тестовая панель. И вы затем в моей стране, в Голландии, например, мы используем нанограммы на миллилитр. Вот посмотрите, у нас между вот этими двумя кривыми должна оказаться пациентка. Вот в этой кривой мы расцениваем как нормализацию значений ХГЧ после эвакуации. Но у некоторых пациенток все так хорошо не проходит. Начинаются вот, вы видите, такие паттерны, когда идет вакуация, повышение, опять понижение. И это, скорее всего, признак трофобластной болезни. Это когда у нас обычный пузырьный занос становится злокачественным. Почему? Потому что ХГЧ начинает подниматься, трофобласты не делают то, что мы ожидаем от них. И как только у нас начинается вот такое повышение ХГЧ, мы можем поставить диагноз озлокачествления, малигнизации процесса. И здесь мы можем задуматься о втором куритаже для того, чтобы лечить эту пациентку. Есть пять исследований на данный момент в литературе, которые рассматривают возможность вот этого второго куритажа у пациенток с низкого риска. Вы видите, что два из них являются ретроспективными, три ретроспективные, два проспективные, извините. И последнее исследование из Осборна является самым лучшим, на которое мы можем опираться сегодня. Я думаю, что это самое лучшее, самое лучшее показание. Оно, конечно, не идеально, но, тем не менее, оно демонстрирует нам, что 40% пациенток можно вылечить при помощи повторной эвакуации. И, возможно, 40% это не очень высоко, но, тем не менее, если у нас есть эти 40%, то, тем не менее, у нас есть определенные причины, по которым мы можем сделать вторную эвакуацию, как только пузырный занос начинает, так скажем, рецидивировать или повторяться. Поэтому у нас есть такая рекомендация, но, тем не менее, мы должны быть очень осторожны, потому что в последней части этого графика вы видите, что у нас есть определенное количество осложнений. Потому что, когда вы делаете повторный куритаж, в этом случае очень высокий риск перфорации стенок матки, и вы знаете прекрасно об этом. Поэтому я настаиваю на том, чтобы это было сделано под УЗИ навигации, потому что количество перфораций, видите, приближается к 10%, а это молодые женщины продуктивного возраста. Мы не хотим потерять матку у этих молодых женщин, безусловно, потому что, ну, из-за перфорации, кровотечения в абдоминальной полости и так далее. Соответственно, вы должны принимать во внимание все эти осложнения, но, тем не менее, 40% после второго куритажа, это, тем не менее, стоит обсудить с вашей пациенткой, как минимум задуматься об этом. Вот это как раз то, чего мы хотели бы избежать. Это как раз перфорация стенки. Вы видите, в срединной линии нам повезло. Но мы не хотим, чтобы это, тем не менее, произошло, потому что вам нужно перейти к открытой операции и ушивать эту перфорацию и так далее. В этой ситуации перфорация также произошла с латеральной стороны, и вы видите, что здесь у нас также трофобластные клетки. Клетки трофобластной болезни попадают в абдоминальную полость, и мы хотим, конечно же, чтобы эта болезнь распространялась во всей перитениальной области. Мы должны принимать во внимание подобные осложнения во время повторного куритажа. Да, есть определенное место для второго куритажа, для эвакуации. Это 40% излечиваемости, но мы должны принимать во внимание количество осложнений, и если вы делаете вторую эвакуацию, то вам, возможно, понадобится химиотерапия. Но мы сможем все-таки снизить количество курсов химиотерапии после повторного вмешательства, и таким образом мы поможем пациентке также. И также мы должны правильно консультировать пациентку, мы должны сообщать ей обо всех рисках, которые связаны с вот этой повторной вмешательством гистероктомии. Это вот было, мы поговорили о куритаже, теперь давайте поговорим о месте гистероктомии у пациентов низкого риска, когда у нас пузырный занос прогрессирует. Но, возможно, это, опять-таки, не у молодых женщин, которые опять хотят беременеть. Как насчет женщин более продвинутого возраста, более старших возрастных групп? Мы не будем, конечно же, пользоваться такими словами, как пожилая или старая женщина, да, я гинеколог, я об этом хорошо знаю. Но, может быть, эта женщина уже продвинутого возраста, и, может быть, она не хочет уже беременеть, у нее пятеро детей, например. И вот что мы здесь, можем ли мы задуматься о гистероктомии в этой ситуации? Вот есть французское исследование в 60-е годы, гистероктомия – это единственное, что они могли сделать, что могли сделать врачи в тот момент. И у нас был уровень выживаемости без метастазирования 40%, и при метастазической болезни 19% эти женщины все равно уходили из жизни в достаточно большом количестве случаев. Затем был выведен на рынок метатриксата. Это была настоящая революция в 70-е годы, и, соответственно, метатриксат начал спасать жизни. Именно тогда от гиростатомии перешли к системной терапии, и метатриксат был нам действительно в помощь. Французское исследование, о котором я уже говорил, о котором говорил Мэтт, это было красивое исследование, которое пыталось обнаружить на национальном уровне. Кстати, оно проходило, это было во Франции. Они пытались обнаружить, действительно ли гистероктомия имеет роль в лечении пациенток низкой группы риска. Гистероктомия оказалась нерекомендуемой типом лечения для группы низкого риска, особенно среди молодых женщин, которые хотят беременеть. Это может быть процедура, которая должна быть обязательной при очень редких, так скажем, неотложных ситуациях. Но это редкая ситуация, и поэтому хотелось бы проанализировать эффективность первичной гистероктомии. И опять, это было национальное исследование, достаточно большое. Больше тысячи случаев было рассмотрено у пациенток с низким риском, и они разбили этих пациенток на разные группы, потому что они хотели посмотреть на те случаи, когда гистероктомия была сделана в качестве терапевического подхода, в качестве лечения болезни, не по каким-то неотложным показателям, как кровотечение, например. Они посмотрели на большое количество случаев. Как вы видите, 61 из 74 случаев действительно избавилась от этой болезни при помощи гистероктомии. То есть у нас очень высокий уровень успешности, очень высокий, 82,4. Если мы используем метатриксат в этих случаях, то мы не получаем 82%. С метатриксатом у нас уровень успешности гораздо ниже, поэтому гистероктомия здесь дает нам гораздо лучшие исходы. И тем не менее, вы не очень хотите выбирать именно гистероктомию среди молодых женщин, но тем не менее, если женщина не хочет дальше беременеть, то, возможно, это наш с вами путь. Итак, что мы можем вынести из этого французского исследования? Первичная гистероктомия была эффективна 82% случаев. Это альтернатива метатриксату, потому что метатриксат также мог бы вылечить пациента без оперативного вмешательства. И 80% даже после гистероктомии им, тем не менее, нужна химиотерапия. То есть, еще один момент очень важный. То есть, каждая женщина с низким риском, в группе низкого риска, должна быть вылечена полностью. Поэтому вот этому сегодня мы придерживаемся во всех странах мира. Я думаю, что этот подход нужно сегодня понимать. Что касается групп высокого риска, как насчет хирургического вмешательства у пациенток высокого риска. Существует определенная причина, по которой мы, тем не менее, делаем хирургию. Потому что если это резистентная форма, например, резистентная к терапии, то действительно здесь хирургия может помочь нам спасти пациентку. Если системная терапия не может помочь пациентке, то тогда, скорее всего, хирург приходит на помощь. 50% пациенток в высокой группе, им потребуется какого-то рода хирургическое вмешательство. Мы знаем это из публикации гистероктомия. И резекция легкого – это самый частый тип хирургического вмешательства в группах высокого риска. И это также причина адювантной хирургической процедуры. Во-первых, для того, чтобы справиться с резистентностью или персистирующей болезнью, если у нас есть метастазы. И очень часто это единственная возможность для того, чтобы снизить бремя опухоли у пациенток с ограниченной метастатической болезнью. Мы знаем, что это большое количество пациенток. Нам нужно эту редуктивную хирургию тогда применять. И она гораздо лучше себя зарекомендовала с точки зрения лечения метастатической болезни. Конечно же, контроль над геморрагией или кровотечением со стороны опухоли. И, безусловно, для того, чтобы попытаться справиться с кишечной непроходимостью у этих женщин. Затем, то, что касается ПСТТ, хирургия. Здесь это самая важная часть лечения. У некоторых пациенток будет гистероктомия, если это локализованное заболевание. Но в грион-карциноме химиотерапия – это всегда наш первый выбор, а не гистероктомия. В метастатической болезни проблема с ПСТТ – это то, что эта опухоль не так хорошо отвечает на химиотерапию. Соответственно, нам нужна комбинация химиотерапии и гистероктомии. А в грион-карциноме химиотерапия будет нашим краеугольным камнем. И в локализованной резидуальной болезни у нас обе возможности абсолютно равны. У нас есть некая остаточная болезнь, например, в легком. Тогда резекция действительно является самым важным способом, при помощи которого мы будем справляться с болезнью этой пациентки и сохранять ее жизнь. Вот эта пациентка с метастазами в влагалище – это метастазы хрион-карцинома. Иногда мы видим такие случаи не такие большие. И я, кстати, не сталкивался с такими большими метастазами, но иногда это случается. Проблема с хрион-карциномой заключается в том, что кровотечение возможно, и кровотечение действительно очень серьезное. Мы бы, конечно же, не хотели брать на стол подобных пациенток, потому что это длительная операция. И вот у этой пациентки очень хороший шанс ответить на системную терапию. Вопрос всегда у нас вот в чем. Врачи, когда они делают биопсию, иногда это может быть действительно серьезная проблема кровотечения, потому что вы не можете с кровотечением справиться, и вы можете, по большому счету, не можете сделать тот объем хирургического вмешательства. То есть не трогайте, не делайте биопсию. Если начинается кровотечение, то, возможно, эмболизация вам поможет для того, чтобы купировать кровотечение. И вот эта пациентка с хрион-карциномой – это остаточное заболевание после системной терапии. С левой стороны вы видите, здесь у нас множественные очаги в легком справа. Вы видите всего лишь один обозримый очаг. Поэтому вот эта пациентка справа – это оптимальная пациентка для хирургического вмешательства на легком. И, скорее всего, это последний остаточный участок опухоли. Да, буду говорить в микрофон, спасибо. Итак, пациентка слева – это гораздо более сложный случай, потому что здесь вы видите множественные метастазы в легком, и фактически невозможно избавиться от всех этих узлов. Но проблема с этими остаточными узлами заключается в том, что мы не уверены, насколько они жизнеспособны. То есть у нас есть, так скажем, некое показание, которое показывает нам, что есть остаточное заболевание, но насколько они жизнеспособны, и, возможно, под КТ нам поможет в определении этого. Пациентка справа является оптимальной пациенткой для хирургического вмешательства. Слева – это все очень сложно. И, возможно, в конце концов, если у нас нет никаких других уже возможностей, вы можете помочь избавиться от этих очагов, и, возможно, вы угадаете, правильно удалите тот, который является источником активного заболевания. Вот это очень хорошая статья Джона Лоррейна из Чикаго. Это из Центра изучения трофобластных болезней. Они там делают очень хорошую работу. И вы видите, что они представили 50 пациенток с высоким риском, которые были пролечены. И у 24 пациенток, консервативных, у 24 пациенток было также 28 хирургических вмешательств. Вы видите, что большинство из них – это гистероктомии. Затем резекция легкого, как я уже говорил в самом начале. Затем резекция матки и резекция тонкого кишечника, структур печени и эмболизация. В одном случае вы видите, что в 21 из 24 выжили. И очень многим потребовалось хирургическое вмешательство. И я полагаю, что это действительно показывает место хирургии в лечении этих пациенток. И так, в заключение, пациентки, групп низкого риска, их всегда можно вылечить в 100% случаев. Повторный куритаж может нам помочь, но мы должны принимать во внимание уровень осложнений и обязательно обсудить это с пациенткой. Гистероктомия – это альтернатива метатрексату для тех пациенток, которые не хотят поддерживать, так скажем, свою репродуктивную функцию далее. Гистероктомия является первым выбором в припестите. И также мы должны всегда думать о хирургическом вмешательстве как единственном возможном полном излечении GDN. Спасибо. 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 Спасибо.